Добрый вечер и снова в эфире программа университет магнитогорский государственный технический университет имени носова который объединил своих стенах и технарей и гуманитариев о том как они живут сегодня удалось ли им сохранить в среде технических специалистов свою высокую культуру социальный настрой и традиционно славную известную в магнитке отдачу об этом мы разговариваем с нашей гостьей профессором доктором филологических наук Татьяна Евгеньевна Абрамзон Татьяна Евгеньевна вечер добрый спасибо что пришли к нам добрый мы знаем уже что вы готовитесь встретить 90-летие института гуманитарного образования вернее вообще существования гуманитарной педагогической подготовки в городе магнитогорске немножко известных исторических цифр или может быть вы расскажете нам те о которых мы только слышали но не знаем подробно я думаю об этом знают все потому что высшее образование в магнитогорске возникает одновременно с комбинатом то есть сталинский план индустриализации предполагал построение промышленного предприятия рядом с ископаемыми и это была магнитная гора и вот он комбинат соответственно для того чтобы люди работали на ммк нужно были в первую очередь металлурги а во вторую очередь учителя которые будут расти детей и будущих металлургов поэтому высшее образование появляется в городе магнитогорске как то что будет способствовать развитию города и способствовать индустриализации как же правильно видели тогда этом все понимали что невозможно развивать ничего если не будет кадров не будет образования не будет хороших детей и соответственно педагогических кадров скажите что такое педагогический кадр сегодня кого вы готовите у себя ну вот опять если можно чуть-чуть истории ольга да я про дату которую мы берем для себя как точку отчета высшего педагогического образования это 1 октября 1 октября 1932 года и соответственно наши юбилейные мероприятия будут идти как раз таки до мы для себя условно дату обозначаем 5 октября 2022 года 90 лет то есть приказ который отдал если вы позволите я его зачитаю с удовольствием это интересно 9 мая 1932 года коллегия наркомпроса рсфср рассмотрела вопрос о состоянии народного образования в городе магнитогорске в постановлении говорилось важнейшими мероприятиями которые должны быть развернуты магнитогорским грану грану слова которая звучалась уже в то время в ближайшее время является введение всеобщего семилетнего обучения полная ликвидация неграмотности и малограмотности велено было командировать в город магнитогорск 100 учителей для школ первой ступени и 25 для школ второй ступени и что важно для нас открыть с 1 октября 1932 года в магнитогорске вечерний индустриально-педагогический институт то есть вот уже место подготовки кадров да и смотрите как раз индустриально-педагогический потому что первые факультеты которые были открыты но и факультет это прям громко сказано потому что 1 наверно это отделение и вот во всем этом образовании педа института работала только шесть преподавателей вот и это была физика химия это была экономика и это была история то есть исторические отделения и потом присоединилась отделение русского языка и литературы потому что как раз ликвидация неграмотности была поставлена задача поэтому для себя мы даты основания считаем 1 октября 1932 но 90 лет это пройдено очень много дорог путей мы знаем как это было что же сегодня давайте к этому вот ваше направление подготовки сначала но просто их перечислил ну вот я хочу сказать что у нас очень большой блок в нашем институте это конечно педообразование то есть мы готовим учителей учителей разных профилей конечно это дошколята наши любимые то есть это вот прям от мало мало у нас есть отдельное направление это спец дефект как мы его кратко называем это специальное дефектологическое образование мы готовим педагогов для работы с детьми с особенностями развития да и мы так и говорим что это для особых детей с дефектами зрения речи опорно-двигательного аппарата интеллекта и так далее то есть это востребованный тренд да в связи с нарастанием вот количество медицинских проблем педагогических коррекционных вы знаете без него никак я хочу сказать что это очень востребованное направление и туда поступают дети с хорошими баллами за места бьются несмотря на то что там есть дополнительные испытания которые очень нужно проходить но это очень востребовано ну так вот дошколята коррекционная педагогика да безусловно учителя начальной школы и воспитательной работы что действительно очень важно учителя английского учителя немецкого языка в этом году у нас новая специальность это будет учителя английского и китайского языка но вот в современных условиях наверное это даже будет очень актуально это безусловно еще один тренд от которого мы не можем отказаться да конечно же русские литература традиционно конечно история общества знания учителя кого еще забыла социальная работа да но это не не совсем педагогика доход сам и педагогика тоже входит не в гуманитарные вообще направления это все-таки направление общественное социальная работа да это целая группа у нас которого и кафедра которые занимаются как раз социальными вопросами и подготовки социальных работников для работы со сложными семьями для работы в государственных фондах и я хочу сказать что государство очень поддерживает сейчас это направление понимая важность его это психология конечно психология служебной деятельности прикладная психология это документоведение и архивоведение ну и это языки и филология но вот в нашем в нашем институте наверное все хотя в университете есть подготовка и учителей информатики учителей физики в этом году будет учителя математики но очень приятно что сохранилась такая здоровая подготовка именно педагогов поскольку мы часто слышим что школы города в том числе и испытывают дефицит и очень бы хотелось чтобы вот эта смычка выстроилась каким-то образом достойно чтобы мы больше никогда не говорили о том что некому работать работать и есть кому это очень приятно и о социальной работе давайте немножко но вот для российского гуманитарного образования относительно новое направление оно вызвано тем что к опеке детей и взрослых и мы понимаем это же и учреждение презрения за пожилыми оставшимися без родственниками людьми как-то мы всегда смотрели как на уход а сейчас мы заботимся о их благополучии в том числе психологическом если у вас какие-то проекты в которые вот решительно в этом направлении двинули вперед от тестировали на базе магнитогорска так конечно как я говорю на кафедра социальной работы которая занимается именно этими вопросами у нас например есть замечательный проект с благотворительным фондом металлург где и сотрудники кафедры и наши студенты в рамках прохождения практики организуют программы например для беременных женщин и это и психологическая подготовка и интеллектуальное развитие будущих мам города магнитогорска кроме этого у этой кафедры есть проекты по работе с престарелыми людьми и это проект серебряный возраст серебряный университета которым вот который для нас очень дорог потому что и ребята и преподаватели работают с домом престарелых и это очень трогательное и важно и самое главное что ваши студенты сразу видят где и с чем им придется работать да они как бы тренируют если можно так сказать свои душевные качества к тому чтобы творить добро тренируют но это это очень сложно да у них же получается у них получается я могу сказать про свой опыт мне хватило одного раза и я рыдала и рыдала они работают ну что ж традиционное российское образование учила не только тому как учить филологии психологии но и тому чтобы делать добро да это великая миссия от которой мы ни в коем случае не должны отказываться скажите а вот дети они сейчас же у нас приходят в университет и зачастую ожидания у них такие я пойду в педагогику не пойду в педагогику или я попробую и уйду из нее вот как вы сейчас оцениваете их настрой на работе на работу именно в современной системе педагогического образования есть какие-то у вас тревоги и какие-то проблески которые говорят о том вам о том что все будет хорошо ольга спасибо за вопрос потому что мы постоянно спрашиваем исследуем и думаем над этим есть абитуриенты которые заходят уже к нам на программу с мотивацией с желанием они четко определились и вот именно эти студенты потом уже становятся победителями разных конкурсов за них бьются школы причем не только города магнитогорска российские школы готовы их брать на работу то есть это дети ну вот видимо им от бога уже это дано и они хотят быть учителями есть студенты которые ну например к нам в институт заходят девочки у нас в основном девочки у нас в институте примерно сейчас 1400 студентов из них конечно большинство девочек это не страшно потому что неподалеку очень много мальчиков поэтому у нас такое отчасти институт благородных девиц которые много читают много думают заниматься смыслами и для девочек наверное это очень хорошее направление подготовки потому что в любом случае как в проекте екатерина великой смольном институте то екатерина считала чтобы чтобы вырастить достойно поколение нужно сначала подготовить девушек которые будут это поколение растить поэтому смотрите есть вторая категория девочек именно которые заходят на программы понимая что наверное учительская профессия это неплохо это хорошо что-то будет гуманитарное не такая не такое сложное и опять же кто-то из них прикипает к профессии кто-то уходит но при этом в другие гуманитарные сферы поэтому мы считаем что в этом смысле мы социальную роль свою выполняем вот я не буду лукавить есть случайные люди которые попадают и которые потом уходят но у нас таких очень очень мало то есть это пронизерный процент примеров когда пришел вроде бы случайно а потом остался и стал прекрасным педагогом тебе тем более что школа исторического факультета филологического она известна не просто в городе и в россии и в мире мы не можем не поговорить о вашей научной работе давайте но понятно что в рамках одной небольшой программы все обсудить невозможно но ваши самые яркие может быть проекты или может быть ваши любимые вот так давайте да спасибо вы знаете у нас конечно есть метры метры которые известны всему миру из института гуманитарного образования я наверное назову ну вот прям мировые величины это светлана григорьевна шулюшкова словист да когда я приехала в австрию в град на конференцию и там на одной из дверей было написано здесь говорят по-русски мне что-то нужно было спросить я стучусь захожу и я спрашивают вы откуда я говорю да вы не знаете город обычном в европе на магнитогорск так вот неизвестен и мне на хорошем русском языке говорят откуда вы игры магнитогорск светлана григорьевна шулишкова да удивительная история но действительно светлана григорьевну как словиста знают во всем мире и вот недавний проект который закончился при поддержке российского научного фонда это издание словаря очередного словаря это страсть светлана григорьевна и она этим живет она этим дышит и будет жить понимаете что такое словарь словарь это то что собирает сохраняет и по словарю можно оценить вообще как мы воспринимаем те или иные слова она собрала сейчас вот в самой современной вместе со своей командой конечно со словарной лабораторией со студентами с преподавателями кафедры русского языка и общего языка знания вот такой проект где наши зрители могут увидеть этот словарь он существует в печатном виде в онлайн а вы знаете это легко сейчас все есть в онлайне если зайти на сайт университета то как раз таки там размещены материалы этого словаря причем я думаю понравится широкой публике потому что там есть выражение например из мультиков и есть сюжет из мультика фраза расшифровка что это значило что это значит сейчас давайте обязательно посмотрим но мы продолжим об обучении которое приносит пользу нашему городу насколько я знаю на базе 20 школы открыта специальная экспериментальная площадка где будут работать с детьми с проблемами аутистического спектра и вот там отразилась очень интересная вещь когда педагоги гуманитарии взаимодействуя с технарями расскажите нам об этом чуть подробнее я надеюсь технаре не обижается что мы их называем технарями филологически немножко упрощенно но наверное мы себе простим и они нас я думаю что в современном мире а может быть даже и не только в современном мире вот исключить себя из взаимодействия с другими контекстами вообще невозможно поэтому сейчас гуманитарий например без цифровой подготовки по-хорошему без хорошей естественно научной подготовки наверное не может быть успешным потому что если даже мы говорим про тексты то в тексте и в мышлении в психологии действуют те же самые физические законы например закон инерции если говорит про тексту это очень просто мы цепляем одно слово и начинаем его повторять повторять то есть инерция срабатывает в тексте если про мышление то этот с паттернами точно также срабатывает поэтому мне кажется что сейчас время когда гуманитариям необходимо естественно научная база просто для своего успеха та же самая цифра нужно нам вот старым нам сложно с цифрой но что делать нужно осваивать в то же время как техническим направлением в свою очередь необходимо как раз таки социо гуманитарная подготовка для того чтобы удерживать не только свой предмет создание исследования но и как это повлияет на людей как это повлияет на общество как это повлияет на экологию да совершенно верно поэтому мне кажется что здесь мы будем очень полезны и вот этот вот проект о котором вы заговорили 20 школе дело в том что наши педагоги и наши студентки сейчас третьего курса которые участвуют в реализации этого проекта в ресурсном классе александра валерьевича берченко они используют например того самого робота стёпу которого нам подарила андроидная техника спасибо евгению александровичу дудорову это был прям подарок и вы знаете там настоящее исследование которое нацелено на помощь детям с особенностями развития то есть это особая техника упражнений для таких детей да с использованием робота в том числе да вы понимаете педагогическая разработка методика в общем то это и методика исследования потому что вы понимаете что выяснилось и это тоже странная история что когда дети начинают повторять за роботом они выходят из своего состояния и повторяют в то время как за человеком они почему-то не повторяют эти действия то есть там еще и наука у вас идет это наука да это и технология с исследованием которое дальше можно масштабировать возможно этот опыт будет полезен педагогике и всей страны так ведь не только всей страны вообще всему миру потому что вы знаете мы показали уже наши наработки наше исследование бразильской делегации и честно говоря они уже сказали давайте мы уже сразу заберем стёпу с собой мы говорим нет подождите и они бы хотели в своих детских садах и в своих вот таких школах использовать использовать да на занятиях по коррекционной педагогике огромное спасибо вам и вашим студенткам которые смело пошли к столь непростым ребятам успехов им а нашим зрителям я предлагаю посмотреть что же еще умеют и делают студенты института гуманитарного образования студенты магнитогорского государственного технического университета приняли участие во всероссийском педагогическом хакатоне его цель создание модели сетевого взаимодействия педагогического сообщества и айти разработчиков для совершенствования профессиональных компетенций и обновления технологии профессиональной подготовки будущих учителей наш университет представляли 7 студенческих команд и две преподавательские из 70 команд участников студенты мгту имени носова заняли 14 18 27 30 и 42 места специалист который владеет над профессиональными компетенциями то есть не только не только в сфере английского языка ты не только сфере дошкольной но ты должен владеть и вот этими айти навыками я считаю что в вузе должно быть уделено количество часов да именно вот формирование умение знания навыков у наших студентов чтобы работать айти чтобы они стали хорошими квалифицированными самое главное востребованными специалистами на рынке труда объединенные студенческие команды представили собственную технологическую идею образовательного цифрового продукта и на ее основе разработали прототип будущий учитель иностранных языков аллерий широкий вместе с другими студентами создали онлайн платформу для взаимодействия учителя и учеников главным ее преимуществом разработчики считают не скучная подача то есть мы решили так что учитель может не только по программе своей идти и строго по программе объяснять все он может предлагать предлагать какие-то видео выкладывать материал может быть извне youtube тот же тик кто где большинство есть образовательных каких-то каналов и ученикам не будет так скучно студенты магистранты и аспиранты института гуманитарного образования громко заявляют о себе и на профессиональных конкурсах амина будет серуэль стала полуфиналисткой всероссийского конкурса флагмана образования студенты аспирантка кафедры всеобщей истории прошла отбор из 27 тысяч участников институт гуманитарного образования вообще моя большая любовь и каждый раз когда я вспоминаю как я поступала на исторический факультет я убеждаю что это было что я не то что не ошиблась а каждый раз и убеждаю что это было самое верное решение в моей жизни поэтому я и не меняю свое направление доучилась до аспирантуры также продолжаю заниматься исторической наукой кстати амина уже была участницей подобного конкурса учитель будущего студенты в прошлом году тогда по числу полуфиналистов всероссийского конкурса магнитогорский университет вошел в тройку лидеров непрофильных вузов сразу 11 студентов мгту из более чем 10 тысяч участников вышли в полуфинал татьяна евгеньевна во первых волшебные девушки ваши успеха их во всем а я не могу не обратить внимание на интерьеры где так красиво вообще это наше здание ленина 26 ленина 26 институт гуманитарного образования знаете мало кто знает мы бьемся с таксистами что мы с ленина 114 мы переехали у нас теплое красивое здание сталинский ампир у нас красивые стены если вы посмотрели на интерьеры то есть одна стена у нас сделана под историю русской литературы вторая стена это вообще история письменности нас очень красиво приходится то есть вы приглашаете всех к вам можно прийти на дни открытых дверей естественно институт ждет всех дни приемной кампании я так понимаю можем ли мы сказать нашим зрителям что и ваши социальные сети очень открыты и подробны безусловно безусловно во первых у каждой кафедры есть своя группа в контакте у нас есть общая группа института гуманитарного образования на сайте есть все контакты причем вы знаете можно писать абсолютно любому преподавателю все ответят спасибо вам большое наш разговор надеюсь будет продолжен спасибо что были нашим гостем нашим зрителям я хочу сообщить о том что программа вышла в эфир и возможно при поддержке стипендиального фонда в городе магнитогорске депутата государственной думы павла владимировича крышенинникова всех ждет институт гуманитарного образования и всем успехом успеха и и Субтитры сделал DimaTorzok